Добрый день! В эфире Ирявунг ТВ. С нами на связи главный научный сотрудник Центра постсоветских исследований, доктор исторических наук Александр Порисович Крылов. Сам глава армянского государства говорит о том, что Карабах все эти годы был источником проблем для Армении, источником расходов для Армении, блокировал успешное развитие Армянской республики. О том, что проблема киноцида тоже мешала, потому что она осложняла международное положение Армении. Значит, все это требует пересмотра. Отсюда и постановка вопроса о том, что Конституцию надо не подвергнуть новой редакции, внести в нее поправки, как в прошлый раз это делалось уже три раза, а написать принципиально новую версию Армянской Конституции. Сворачивание и такая переориентация на Запад, она будет вести за собой и сворачивание экономических связей. Представить себе, что можно получать и развивать отношения в сфере безопасности, в военной сфере, с противниками России, но при этом сохранять выгодные экономические связи, это было бы слишком большим идеализмом. В двухсторонном формате Россия-Армения, Россия-Азербайджан и Армения-Азербайджан. Но насколько вот этот двухсторонний формат приносит результаты для армянской дипломатии, мне кажется, что результаты там не очень впечатляющие. Скорее, он говорит о том, что армянские позиции на международной арене все больше ослабевают. Теперь наши двухсторонние отношения, они находятся в состоянии такого кризиса, в каком они никогда не были. На самой низкой точке своего развития за всю историю армяно-российских отношений. Добрый день, Александр Борисович. Спасибо, что нашли время и вышли мне на связь. Здравствуйте. Александр Борисович, Николай Фашинян заявил о необходимости принятия новой конституции, которая, по его словам, сделает республику Армения более конкурентоспособной и жизнеспособной в новых геополитических и региональных условиях. О необходимости принятия новой конституции высказался также президент Азербайджана Ильхам Алиев, который сказал, что без этого не может быть мира между двумя странами. Как вы считаете, насколько принятие новой конституции вытекает из национальных интересов Армении? Здесь есть два момента, которые не устраивают Ильхама Алиева и Реджеп Таипа Эрдогана. Два момента заключаются в том, что присутствуют пункты о том, что статус Нагорно-Карабахской республики был определен решением в свое время Верховного сайта Армянской ССР и Нагорно-Карабахской автономной области. Они приняли решение об объединении Нагорно-Карабахской области, потом это была республика Арцах. И это зафиксировано в конституции, хотя и не в основной части, а в преамбуле, но тем не менее. И второе, что не устраивает соседей в Азербайджане и Турции, это упоминание о геноциде армян 1915 года. О том, что он должен быть международно признан и он должен быть признан Турцией. Если Турция признает факт геноцида армян, тогда возникает вопрос о исторической справедливости. Историческая справедливость подразумевает под собой финансовое и территориальное возмещение ущерба потомкам жертв геноцида. В Турции это рассматривается как угроза национальной безопасности. В Армении это рассматривается как торжество исторической справедливости. Поэтому, если помните, совсем недавно, в 2020 году, в студии Тесевского договора отмечалось в Армении. И там звучали речи о том, что границы Вильсона это справедливые границы, а границы Вильсона это 165 тысяч квадратных километров. Так что здесь взгляд на историческую справедливость с армянской стороны отличался сильно от того, что думают в Турции в Азербайджане. Поэтому, естественно, соседи Армении теперь хотят воспользоваться ослаблением Армении для того, чтобы зафиксировать то, что Армения останется в границах территории 29 тысяч 800 квадратных километров. Собственно, об этом говорит теперь Никол Тлаваевич Пашинян. Правда, раньше он говорил, до Второй Карабахской войны, о том, что Арцтах это Армения и точка, и много чего другого. И сербский договор, он говорил о том, что это было торжество исторической справедливости. Но теперь ситуация изменилась. Как раз вот в этой изменившейся ситуации действительно оставлять эту конституцию, когда сам глава армянского государства говорит о том, что Карабах все эти годы был источником проблем для Армении, источником расходов для Армении, блокировал успешное развитие Армянской республики, о том, что проблема киноцида тоже мешала, потому что она осложняла международное положение Армении. Значит, все это требует пересмотра. Отсюда и постановка вопроса о том, что Конституцию надо не подвергнуть новой редакции, внести в нее поправки, как в прошлый раз это делалось уже три раза, а написать принципиально новую версию армянской Конституции. Она будет исходить из интересов республики Армения небольшой площадью, но это, конечно, противоречит традиционно сложившемуся армянскому взгляду на мир, потому что республика Армения, точно так же, как и Первая Армянская республика, точно так же, как и Республика Армянская в советские времена, она рассматривалась только как малая часть исторической Армении. И поэтому для армян свойственно, что вот это совершенно ненормальная ситуация, эти границы для армян оскорбительны, поэтому было много критики в адрес Московского договора, Карцкого договора, сговора большевиков с Ататюрком и так далее. Эта тема всегда присутствовала. Но сейчас армянские власти пересматривают коренным образом этот взгляд на мир, и отсюда необходимость переписать институцию, исходя из того, что только Армения, только вот эта маленькая территория на Кавказе, а все остальное рассматривается как или не имеющее значение, или как мешающее ее развитию. Отсюда возник острый кризис в отношениях с диаспорой. Причем, если диаспора российская к приходу к власти Николы Пашиняна изначально относилась противоречиво, у него были здесь и поклонники, были очень резкие критики, но дальняя диаспора западная, она все-таки приняла бархатную революцию. Ну, если не с восторгом, то очень благожелательно. Но теперь мы видим, что диаспора и в западных странах, и в России, она не принимает вот этого пересмотра общенациональных лозунгов и идеалов. Насколько армянское общество в самой республике Армения готово отказаться от всего этого прошлого своего идеологического и культурного багажа, и согласиться на то, что армяне живут только в Армении, и здесь вот их главные интересы, а все остальное их не касается, но это покажет референтум, если он состоится по этой конституции. Если будут положительные результаты, значит Николу Пашиняну удалось добиться поддержки в среде населения Армении. Пашинян недавно заявил, что Россия далее не может быть ключевым партнером Армении по военным и военно-техническим вопросам в силу объективных и субъективных причин, и что Армения ищет пути расширения, дифферсификации системы безопасности страны. Как вы прокомментируете данное заявление? Ну это в общем русле смены курса. Теперь курс на союз с мировыми демократиями, который, как известно, сейчас находится в острой конфронтации с мировыми автаркиями, к которым прежде всего относится Россия, туда же относятся и Иран, и Китай, и, собственно, западная демократия, она добилась больших успехов в том, чтобы осложнить отношения России, с Арменией, и в перспективе будет делаться все для того, чтобы встроить Армению и в этот анти-ирабский, и анти-китайский фронт. Насколько это отвечает интересам Армении? Очевидно, что для Армении это принесет большие новые проблемы, в частности, если действительно российские гарантии безопасности будут заменены западными гарантиями безопасности с развертыванием контингента НАТО на территорию Армении, а значит и на границах с Ираном, вот понятно, что в Иране это не будут приветствовать, и отношения будут осложнены в максимально возможной степени. С Россией тоже сворачивание и такая переориентация на Запад, она будет вести за собой и сворачивание экономических связей. Представить себе, что можно получать и развивать отношения в сфере безопасности, в военной сфере, с противниками России, но при этом сохранять выгодные экономические связи, это было бы слишком большим идеализмом. Мне кажется, что здесь тоже чреваты новые проблемы и вызовы для Армении, уже в экономическом плане, поэтому здесь надо сильно подумать, прежде чем решаться на такой радикальный пересмотр концепции безопасности, а кроме этого, ведь Запад, я уж не буду вспоминать события 100-летней давности, когда Запад уже готовал гарантии безопасности, первой республики, Киликийской Армении, вот, чем это закончилось, известно, но и обратите внимание, что сейчас он следует своей политике традиционной, когда он дает много обещаний, но очень мало делает реально, ведь во время Второй Карабахской войны даже ритуальных-то заявлений в защиту Карабаха практически не звучало, или они были такие очень символические, а уж о практических каких-то шагах, и тем более сейчас, когда вот такая напряженная ситуация на границах Армении и Азербайджана в Сюники, и вроде бы звучат заявления, но речи не идет ни о каких реальных экономических санкциях или о заявлениях, которые осуждают политику Азербайджана. Все делается вот на уровне такого вот дежурной озабоченности. Ожидать, что НАТО будет каким-то реальным образом и вооруженным путем защищать безопасность Армении не приходится. Поэтому, скорее всего, если действительно западной демократии удастся добиться вывода российских войск с территории Армении, то НАТО придет все-таки в виде каких-то турецких контингентов, а Турция — это член НАТО. Поэтому, если все это будет в общем таком направлении включения Южного Кавказа в систему безопасности НАТО и в Евросоюз, то, скорее всего, будет развитие ситуации в этом направлении. Ну вот в последний период мы наблюдали обострение отношений между Евросоюзом и Азербайджаном. И Евросоюз открыто поддерживал Армению в некоторых вопросах. И сейчас вновь Азербайджан высказал готовность продолжить переговоры на брюссельской площадке. С чем вот это связано? Вы знаете, осложнение отношений... Ну, прозвучали резкие заявления азербайджанского МИДа в адрес Жозепа Борреля, который позволил себе высказать озабоченность судьбой армянских беженцев из Карабаха и напряженностью на границе. Здесь я бы не рассматривал это как саммит под эгидой Евросоюза. Ильхам Алиев едет сейчас в Мюнхен. В Мюнхен он едет на конференцию по безопасности, куда он приезжает каждый год. И использует эту трибуну для решения своих внешнеполитических задач. То, что прозвучала такая резкая реакция в адрес Борреля, говорит о том, что вряд ли состоится встреча между Пашиняном и Алиевым при последствии Борреля. Американцы посылают туда Камалу Харрис и никого из Госдепартамента и от Министерства обороны. То есть явно американцы тоже здесь не будут выполнять роль посредников. Мы можем ожидать, что это мероприятие будет использовано Азербайджаном. Может быть, Никол Пашинян использует это для демонстрации того, что он в одном ряду с мировыми демократиями. Но даже ожидать их встречи двухсторонней, можно уже сейчас утверждать, что вряд ли она состоится вообще в принципе. А если и состоится, то максимальный ее результат будет в том, что она состоялась. Потому что ожидать каких-то договоренностей там не приходится. Остается ли актуальным соглашение от 9 ноября 2020 года и, соответственно, московский формат переговоров? От московского формата переговоров отказалась армянская сторона. В начале, когда в октябре 2022 года в Праге Никол Пашинян признал, что Карабах является составной частью азербайджанского государства, это противоречило всем договоренностям трехстороннего формата, о том, что статус Нагорного Карабаха откладывается. Эта проблема существует, но она откладывается на будущее. Тем, что он признал, что Карабах в составе Азербайджана, он разрушил те договоренности, которые были достигнуты при российском последствии. Очень большими усилениями. Поэтому здесь уже для России место как переговорщика и последника не оставалось. Но потом эта ситуация была подтверждена тем, что Пашинян не приехал на трехстороннюю встречу в Москве, и фактически уже он игнорирует переговорные прощадки, которые Москва предлагает и в рамках УДКБ, и в рамках Евразийского союза. Чаще всего армянские представители туда не приезжают, или приезжают, когда им надо решать свои какие-то вопросы. Поэтому трехсторонний формат, он, к сожалению, уже умер. Возродится ли он как Феникс? Я думаю, что вряд ли. Сейчас все идет в двухстороннем формате. Россия-Армения, Россия-Азербайджан и Армения-Азербайджан. Ну, насколько вот этот двухсторонний формат приносит результаты для армянской дипломатии, мне кажется, что результаты там не очень впечатляющие. Скорее, он говорит о том, что армянские позиции на международной арене все больше ослабевают. Александр Борисович, а вот на фоне сближения Армении с Евросоюзом, особенно с Францией, как вы видите перспективы развития армяно-российских отношений? Ну, они могут и дальше ухудшаться. Вот если дело дойдет до того, что Армения попросит российские войска уйти, потому что они не выполняют свои функции по защите и безопасности Армении, и туда придут войска НАТО, то можно ожидать, что и во всех остальных сферах отношения будут минимизированы. Если они не разорваны полностью, то, по крайней мере, сведены к минимуму. Если они останутся на нынешнем уровне, то тоже ничего хорошего здесь ожидать не приходится, потому что вот такое отсутствие взаимного доверия, оно никогда не идет на пользу в их сторонним отношениям. Поэтому здесь это хотя бы не ухудшение, уже это вроде бы и неплохо, но то, что надежного улучшения ожидать не приходится, до тех пор, пока не будет обозначена четко ситуация на украинском фронте. То есть очевидно, что то решение Пашиняна в октябре 1922 года, которое он принял в Праге, было вызвано тем, что российская армия отступила от Харькова, от Киева, поверив в то, что будет заключено мирное соглашение, о чем договорились в Стамбуле. Видимо, западным партнерам удалось убедить армянского лидера в том, что Россия проигрывает, и Армении надо срочно переходить на сторону победителя. И вот этот шаг, который он там предпринял, повлек за собой все последующее. Теперь наши двусторонние отношения, они находятся в состоянии такого кризиса, в каком они никогда не были. На самой низкой точке своего развития за всю историю армяно-российских отношений. Азербайджан и Турция продолжают требовать у Армении открытия Зангизурского коридора. Видите ли вы вероятность начала каких-то широкомасштабных военных действий, особенно с учетом последних обострений на южной границе Армении, обстрелов армянских позиций со стороны Азербайджана? Здесь очень примечательно, что прозвучала тема того, что в Зангизурском коридоре всегда было азербайджанское население, которое было изгнано армянами насильственно, и теперь Азербайджан и Турция будут добиваться того, чтобы исконное население этой территории, по их мнению, возвратилось в места своего проживания. Точно так же, как обращает на себя внимание лозунг западного Азербайджана, это тема в первых новостных строках всех азербайджанских информационных изданий. А, собственно, западный Азербайджан подразумевает под собой и территорию всей Армении. То, что здесь понятно, что если Армения, ее позиции будут и дальше ослабевать, то это будет стимулировать и Азербайджан, и Турцию на максимальные требования. Они могут решаться военным путем, могут решаться дипломатическим путем. Дипломатический путь, это вот если Армения действительно решит, что российское военное присутствие в Армении не отвечает ее национальным интересам, российское войско будет введено, тогда и возникнет благоприятная ситуация для освоения всей этой территории, не только Загаевского коридора, а всего западного Азербайджана. То, что называется там сейчас это республика Армения, но можно ожидать, что она, если и сохранит свое государственность, то будет поставлена в такую стадию зависимости, степень зависимости от Турции и Азербайджана, что фактически она перестанет быть независимым государством. Вот. Или же произойдет Карабахский вариант, когда действительно насильственным путем будет решаться армянская проблема. Армянская проблема для Турции и Азербайджана состоит не в том, что Армения будет агрессивна и они так опасаются вооружения армянской армии, а в том, что армянский фактор может быть использован против Турции и Азербайджана другими игроками. Игроками, в том числе западными, прежде всего западными, потому что мы видим, что очень долгое время и тема геноцита, и тема Карабаха использовалась западной дипломатии в качестве инструмента давления на Турцию или на Азербайджан в момент осложнения каких-то отношений или в момент, когда надо было оказать давление по тем или иным, прежде всего, по экономическим вопросам. То, что здесь, конечно, ожидать того, что Турция и Азербайджан перейдут к добрососедским отношениям с Арменией просто так ради мира и торжества демократии не приходится. Они будут решать свои задачи и здесь в Армении сейчас очень сложное положение. Александр Борисович, большое вам спасибо за интересное интервью. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»